Приветствую вас. То, что вы копаетесь в себе, означает, что на данный момент в вашей жизни настоящее и будущее не приносит вам того удовлетворения, которого вы хотите, не отвечает вашим требованиям, которые у вас есть, и по сути не находит отклик в ваших желаниях и потребностях. Энергия, которая у вас изначально имеется, не находит выхода и обращается, соответственно, в прошлое, где вы, конечно же, начинаете видеть свои ошибки, негативные моменты и прочие, пытаетесь проанализировать саму себя. Радость заключается в том, что проанализировать самого себя нельзя, потому что для того, чтобы это сделать, нужно иметь объективный взгляд, а объективный взгляд самому себе поставить невозможно. В плюс в силу того, что сознание не способно осознавать самого себя, самого себя. Человек может осознавать то, что он делает, человек может отдавать себя в счет своих действий и контролировать себя. В этом мы отличаемся от животных, которые живут инстинктами. Но человек не может осознать то, что касается элементов его сознания. Человек не может осознать до конца то, что касается элементов его эмоций, чувств и прочего. для этого, для этого нужны люди со стороны, которые могли бы предложить свой взгляд. И этот взгляд со стороны и является объективным и адекватным. Значит, что вам нужно делать? Для начала конкретно разобрать момент, точку отсчета, с которой вы начали себе копаться. Вы пишите, что уже три месяца почти вы это делаете. А что было до этого? Что было до этих трех месяцев? Почему вы начали именно три месяца назад? Соответственно, какие-то события этому предшествовали. Вот эти события нужно разобрать. Далее. Далее следует сказать по поводу прошлых. Человек лишь только думает, что анализируя себя прошлым, он мог поступить иначе. Согласитесь, вы думаете об этом по прошествии какого-то времени. Вам кажется, что могли бы поступить иначе, но в действительности вы не могли. Почему? Потому что на момент принятия тех или иных решений вы находились в этой ситуации и, соответственно, могли посмотреть извне на нее. А сейчас вы смотрите извне. И отличает ваше состояние то, что когда вы находились в ситуации, вы не видели иного выбора, кроме как то, что вы сделали. А сейчас, имея за плечами определенный период времени, более полный опыт, потому что время маме его дало, имея в виду последствия этих решений, вам кажется, что вы поступили бы иначе. Как вы понимаете, поскольку ни опыта, ни последствия решения тогда, на момент принятия этого решения вы не видели, то, соответственно, и решения другого принять также не могли. И это означает, что, к сожалению, о решениях в прошлом беспочвенно, бессмысленное. Лично какого-либо рационального зерна и иллюзорного. Другое дело, что вам некуда, ни на что направить свою энергию, которая у вас есть. И вот эта проблема действительно серьезная. «Почему вы перестали жить в будущем, в настоящем, перестали смотреть вперед, а начали оглядываться назад?» Возможно, имело место какого-то разучарования, возможно, имело место неудачи, предательства и что-то еще, что повлияло на вас таким образом. Если так, то нужно с этим разбираться, анализировать, оценивать, делать выводы. И тогда у вас все будет хорошо. Пока что все на этом. Нет ли какие-то вопросы остались? Обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.